Здравствуйте! С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата на телеканале «Самара ГИС». Всех приветствую, приглашаю присоединиться к нашей беседе. Традиционно мы работаем в прямом эфире, наш телефон 202-11-22. Он пригодится вам, во-первых, для того, чтобы что-то выиграть, потому что традиционно у нас для вас розыгрыш. Сегодня это билет на спектакль «Герострат» 15 октября, театр «Самарская площадь», яркая трагикомедия. На сцене разворачивается жесткая борьба темной стороны человечества за богами и законом. Очень действительно хороший и качественный спектакль. Также у нас есть сегодня для вас сертификат в кофейню «Кофейню Ушойловича». Кофейня, чайный кофейный бутик приглашает вас, так что давайте дерзайте, совсем скоро вопросы появятся. Ну и чтобы телефон просто так не простаивал, звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Это девочки талантливые, собрались вот сегодня со всех властей, так скажем, «Самар», «Тольятти», «Уфа» в том числе. Так что будем знакомы, и это «Звездная академия». Итак, представляю вам всех тех, кто сегодня здесь с нами присутствует. Итак, поехали. Здесь Любовь Жарикова, здравствуйте. Светлана Богомазова, добрый день. Людмила Федотова, здравствуйте. И Наталья Брит, здравствуйте. Ну что, «Звездная академия», вы что, на самом деле, получается, звезды, что ли? Люда, рассказывай, вообще, что такое у вас тут случилось? «Звездная академия» — это проект, который был создан и реализован в Республике Башкортостан по развитию и продвижению талантливой молодежи. Мы туда попали с формы Иволга, нас там отобрали, и мы там принимали участие, и можно сказать, что мы начинающие звезды, которые потихоньку доходят до неба. Понятно. Ну, Наташа, «Звездная академия», для тебя что это такое? Ну, для меня это, как сказать, возможность реализовать свой потенциал, научиться новому, написать свою песню и приобрести знакомых и друзей, что я, в принципе, получила. Получилось? Понятно. Давайте теперь Любу спросим. Люба, как ты вообще начала петь-то? Давай рассказывай свою долгую, пронзительную историю. Ой, ну, петь я не так давно начала, где-то года два назад, когда поступила в университет. Вот, пришла туда и сразу влюбилась. Я учусь в Самарском экономическом университете. Ну, так, знаете ли, это не все туда приходят и начинают петь. Что-то случилось? Ну, да, да, вот я увидела стыд весну, просто влюбилась в этот вот масштаб, эти концерты, думаю, всё, я хочу петь. Ну, так, музыкальную школу закончила, ну, там не пела, там чисто играла. Вот так вот как-то влилась и понеслось. Не могу остановиться теперь. Угу, ну, а у тебя получается, как ты считаешь? Ну, я считаю, что да. Ну, конечно, нужно работать ещё, много работы, естественно, без этого никуда. На кого уравняешься, кто тебя вдохновляет? Ой, мне очень нравится, я прям балдею от сильных голосов, такие как Бейонсе, Кристина Гиллера, просто до мурашек. А у вас с тобой получается взять какую-нибудь такую ноту? Такую ноту сильную, я не знаю, это, наверное, других надо спросить. Понятно. Свет, давай тебя спросим, как у тебя всё сложилось? С чем? С музыкой, с вокалом, да. Ну, музыкой я вообще занимаюсь, можно сказать, ну, не музыкой, а вокалом с детства. Я как-то привыкла, что я всю жизнь пою. И как бы я считаю, что, ну, это часть меня. Я всегда пою, я везде пою. Вот. И везде выступала, там. Я вообще с города Бугольмы, республики Татарстан. То есть начинала я там петь. Понаехали тут, понимаете ли? Потом вот переехала в Самару, теперь здесь пою. Ну, и как это было в детстве? Ставили на стульчик, говорили, Света, пой. Как стихичное. Страшно было, на самом деле, когда я была маленькая, у меня вот жуткое было стеснение. Я боялась вообще выступать на сцене. А потом как-то постепенно, постепенно, постепенно ты уже привыкаешь к сцене. И где-то вот к классу 10-му, к 11-му. Раскрываешься, видимо. Да, я уже начала раскрываться. Вот только в 10-м, 11-м классе я вот начала себя вот увереннее чувствовать. Наверняка пела на выпускном. Да, я пела на выпускном. Кто из вас не пел на выпускном, вопрос. Подожди, я пела на выпускном. Хотя профессионально этим не занимаюсь. Но сейчас ты тоже, да, так усиленно вокалом ходишь, занимаешься с педагогами? Или как это происходит? Не совсем, но да. Понятно. Люда, у тебя какая история вообще? У меня история. Я с детства занимаюсь музыкой, у меня семья вся очень такая творческая. Я выросла в этом и продолжаю заниматься. Понимаю, что без музыки я жить не могу. И это доставляет мне огромное удовольствие, и я счастлива. Ну, ты тоже в детстве пела на стульчике, боялась выходить на сцену. Конечно, я еще помню, как я выросла, я из села приехала, вот. И обычно все копают картошку, а Люда маленькая там, пятилетняя, бегает. И все, Люда, пои, Люда там ходит, поет, поет. Развлекает такая. Да, 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 да. Местная знаменитость, видимо, была. Наверняка как-нибудь тебя называли. Да, бабушку в магазин приходили, и опять, Людочка, спой, я тебе конфеточку дам. Ну, в общем-то, как-то так с детства пошло. То есть ты уже зарабатывала тогда, да? Картошка, конфеты. Да. Хорошо, устроилась. Наташа, ну, у тебя какая история? Ну, наверное, я выделюсь тем, что у меня нет музыкального образования. Ну, ты такая. Ну, вот. Экономисты вообще сидят. Я тоже хотела, кстати, выделить то, что я учусь на химика, вот, ну, сейчас уже на эколога. И, получается, я тоже как-то сама вот запела, всю жизнь занималась танцами, наверное, что мне помогло развить чувство ритма, вот, и чтобы, как, слух, вот. И, получается, я тоже равнялась на каких-то звезд, которых показывали по телевизору, ну, периодически пела, пела. А потом как-то в школе на уроке музыки нас попросили спеть. Я взяла свою любимую песню «Ситаник», «My heart will go on», «Селендион». Вот, спела, и меня после этого начали использовать везде. Ага. На конкурсы. А что ж ты не пошла учиться на артистку тогда? Ну. Просто с детства вот так вот. Да, была мечта как-то пойти в музыкальную школу, но, общаясь со своими, там, друзьями, знакомыми, все, у кого есть музыкальное образование, вот, наверное, девочки, так, в исключении, вот, те, кто в Звездной Академии, они все носы воротили от этого. То есть их, как бы, заставляли учиться, получать образование, заставляли, там, ходить на фортепиано, еще что-то. Как-то заставляли, это же все равно, ну, как бы, какой-то... Ну, вот именно я говорю о том, что... Часть образования. Мы мыслим по-другому, а вот друзья у меня, они не близки сейчас к творчеству, они все расценивают так то, что нас реально заставляли. И, получается, я все это наслушалась и испугалась, и решила, что, наверное, это все-таки не мое. То есть, когда начинаешь уже, то есть, жалко уже бросать, ты вот три года отучился, как-то, ну, жалко, думаешь, ладно, доучусь, доучусь, так вот, каждый год доучусь, доучусь. Да, я вообще, когда заканчивала музыкальную школу, говорила, да я никогда музыкой в жизни заниматься не могу. Вот, вот, я про это и говорю, то есть, у меня очень многие друзья то же самое говорили. Ну, что, сейчас совсем скоро, я думаю, можно уже взять в руки гитару и решить, кто начнет нашу сегодняшнюю такую вот вечеринку. Девичник, между собойчик. Я тем временем задам вопрос нашим телезрителям. Дорогие друзья, разыгрываем мы сейчас замечательный пригласительный сертификат на посещение кофейни у Шойловича, и вопрос мой связан именно с кофе. От какой болезни, как вы считаете, русского царя Алексея Михайловича лечили кофе? И три варианта ответа. Почечные колики, простуда или кашель. Звоните 202-11-22. Хочется послушать ваши варианты. Ну что, кто? Сейчас спою, называется. Да-да-да! Неожиданно. Кому ближе гитара стоит, он сегодня... Да, если мы поймем. А, я ищу только частушки. Кстати, да. Частушки. Мы сейчас устроим у частушки. Ага, так, это угрозы. Ну, Люда, рассказывай, чего будем петь. Буду петь свою песню. Свою. Да, свою. Я пою только свои песни. Вот, песня называется Вселенная. Понятно. А у меня вопрос пока. Ты вот сейчас сказала, что ты свои песни. Поешь. Как давно ты их поешь уже? Со своей сольной концертной программой я выступаю с февраля этого года. Страшно было? Перед первым концертом, конечно, было страшно, когда еще было ничего не готово. Кулиса открыта, зрители уже зашли. Господи, что делать? Бежать. В общем, ну нет, концерт прошел хорошо, и зрителей прошло очень много. Ну, слушаем. Поехали. Окрыленная вселенная говорит мне, что я не первая, не последняя. Чьи песни слышишь ты? Откровенная, еле смелая, импульсивная, нестепенная. Вот такие есть во мне черты. Открываю глаза и смотрю на небо. Господи, за что? Все как в кино, но быть нам вместе не дано. Открываю глаза и смотрю на небо. Господи, за что? Все как в кино, но быть нам вместе не дано. Я в любви своей, сердцу верная, в своем выборе, неизменная. От людей хочешь чистоты. Тишина в душе повседневная, но спокойная и волшебная. Ты нужна мне, как глоток воды. Открываю глаза и смотрю на небо. Господи, за что? Все как в кино, но быть нам вместе не дано. Открываю глаза и смотрю на небо. Господи, за что? Все как в кино, но быть нам вместе не дано. Небо считает время, живи каждым подаренным днём Не откладывай всё на потом Не откладывай всё на потом Небо считает время, живи каждым подаренным днём Не откладывай всё на потом Не откладывай всё на потом Открываю глаза Открываю глаза И смотрю на небо Господи, за что? Все как в кино Все. Такое ощущение, что только я одна слова не знала. Вы подпеваете. Вы знакомы уже, да, с творчеством? Да, конечно же. Все уже подпевают, все так как-то это прям в теме. Вот, Люда, давай скорее записывай альбом. Будем его слушать и разыгрывать нашим телезрителям. Давай, скоро-скоро. Вопрос, друзья, по-прежнему висит. Мы разыгрываем сегодня сертификат на посещение кофейни Ушуэловича. Есть ли у нас звонок? Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, скажите, пожалуйста, вы никогда не хотели петь, выступать на сцене? Может быть, у вас уже был такой опыт? Очень хотела, но не приходилось, к сожалению. А сами стихи и песни не пишете? В детстве писала. Понятно, ну эх, а что же вам помешало-то, не знаю, где-нибудь на корпоративах, может быть, на каких-то вечеринках со своими друзьями спеть, что-нибудь станцевать? Другую сферу, профессиональную. А какой, если не секрет? Юридический сфер. Ну, мне кажется, среди юристов тоже много талантливых и поющих в том числе. Ну, давайте сейчас с вами будем играть, разыгрывать наш сертификат. Как же вы думаете, придворный врач лечил Алексея Михайловича, русского царя, кофе с замечательным этим вкусным напитком от чего? Я думаю, что это простуда. Простуда, и это правильный ответ, потому что, как записано протокольно, придворный медик Сэмюэль Коллинз прописал государю кофе в качестве лекарства от простуды, далее цитата, насморка и глава боления. Так что это правильный ответ, спасибо вам за звонок. Ну, здорово. Друзья, если есть какие-то вопросы, может быть, хотите высказать свое мнение о творчестве наших сегодняшних героинь, мне кажется, это интересно и им послушать, и вас тоже нам будет здорово услышать в прямом эфире. Так что не стесняйтесь, звоните, 202-11-22. Ну, так, разговаривая о каких-то альбомах, каких-то там вообще творческих союзах и так далее. Люда, вот ты сказала, что ты будешь в скором времени что-то записывать. Это как скоро будет? И как так случилось? Рассказывай. Я пока не могу рассказать, на самом деле. Вот когда я уже его запишу, тогда я всем скажу, оп, можете послушать, у меня есть альбом. То есть ты пока держишь вот так это все близко к себе. Да, пока делаю, да, и не хочу слишком много говорить об этом. Вот. Нужно делать, а потом уже рассказывать, я так считаю. Понятно. Ну, теперь вот к вам, к экономисту и... Экономисту. Двое экономистов из одной группы. Понятно. Ваши коллеги, одногруппники, однокурсники знают, что вы поете? Знают, но не знают, что мы теперь поем еще и авторские песни. Авторские чьи? Совместные. Сами пишете, сами как бы исполняете. Да. Понятно. То, что нам сегодня что-то приготовили такое интересное. Есть авторская одна. Немножечко прям. Понятно. Ну, а вообще вот как-то сейчас вас задействуют в студовеснах каких-то праздниках. Ну и как? Принимают. Недавно у нас было посвящение в первокурснике. Мы там тоже пели аж три песни. Вот. И зал хлопал? Да. Ничего не летело? Нет. Но это самое главное. Только аплодисменты летели. Только аплодисменты? Ну, это хорошо. Наташа, как вот ты сейчас? Вот чем занимаешься, увлекаешься? И как тебе пение в этом помогает? Я работаю арт-директором в ресторане. И получается, составляю там график концертов и приглашаю артистов. И такая, наверное, сидит и думает, так, этих я не хочу сегодня приглашать. А не спит ли мне сегодня весь вечер? Такое было, да. Ну, не то, что не хочу приглашать. В смысле, то, что я сама себя приглашаю в ресторан. Но это получается два разных человека. Потому что в ресторане никто меня не оценит как своего работника, когда я работаю. Потому что это немножко разные сферы деятельности. У меня есть проект «Я пою с мальчиком» дуэт. Ну, такие романтические песни, авторские, только мальчик пишет. У меня еще есть проект с рэпером тоже. Вот он выпускает сейчас альбом. У нас есть там совместные песни. Какие молодцы! А до этого я участвовала в проекте по транс-вокалу. То есть у меня тоже был знакомый автор. Он мне писал песни. Был композитор, который писал музыку. И непосредственно я была голосом этого проекта. Транс-вокал звучит, если честно, как-то страшно. Что это такое? Ну, транс-музыка. Это клубная, которая вот, наверное... Все понятно. Теперь что-то стало как-то ясно, по крайней мере. Девочки, еще, кстати, фотографии приготовили к эфиру. Вот давайте начнем, наверное, с любви. Люба, вот ты вообще как-то, я не знаю, постараешься на своих выступлениях выделиться? Какой-то образ себе придумать? Какую-то, я не знаю, фишку? Вот Наташа вот уже нарядилась сегодня, например. Она прямо зажигает. Люба, а ты вот как, скажи, готовишься к выступлениям? Где приходилось выступать уже? Фото в студию, прошу. Ну, с этим, конечно, проблематично, с образом как-то. Я только себя еще ищу. Вот, но мне кажется... Видим. У меня... Да, ну что это, рассказывай. Это как раз-таки студвесна была. Вот, я пела такую джазовую песню. Вот, у меня была потанцовка, вон, девочки танцевали. Вот, ну... Ну, это так, дома фотосет. Я, на самом деле, очень люблю фото, вот, даже занимаюсь как бы этим чуть-чуть. Ну, скажи, кроме Бейонса и Кристина Агилера, на кого ты равняешься? У тебя подтанцовка даже есть? Да-да-да. Ну, нет... Это только так, на студвесну под... Ну, на кого еще, может быть, из наших русских, современных? Ой, на самом деле, у меня нет такого какого-то кумира, что я прям, о, хочу быть такой, вот, хочу быть сама собой вообще. Какой-то придумать, может быть, свой. Ой, о, Светка, свой образ какой-то, может быть, не знаю. Вот это как раз Иволга была, вот, Ад-Квадрат. Вы тоже были на Звездной Академии, получается, именно от Иволги? Да, мы именно, вот как раз втроем бы, да. Нас Артем пригласили на Иволгу. Верно. Ну, ты не была на Иволге? А, ты была на Иволге? О, все. Понятно, ну, может быть, тогда дадим сейчас слово экономистам, они споют, они сами играют. Не слово, а гитару. Экономистам. Экономистам гитару. Экономистам гитару, да. Споем авторскую песню, да? Кто пишет это? Давай сначала не авторскую. Давай сначала, ладно, не авторскую. Почем, скажем, песню, которым пели на Иволге. Да, Sweet Dreams, называется, известная очень такая песня. Вот. Ну, что, поехали? Поехали. Скромняшки такие. Ну, так экономисты же. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Молодцы. Если хотите подпевать, подпевать. А то как все сидят, там губами шевелят, и если хочется подпевать. Подтанцовка. Подпевать. Или, да, прям вот можно легко пойти в подтанцовку. Ну что, друзья, предлагаю еще вам один вопрос задать. Разыгрываем мы билет на спектакль Герострат. Театр Самарская площадь приглашает вас 15 октября. Как я уже сказала, трагикомедия, невероятный сюжет, невероятные актеры. Наши все любимые, самарские, если не были, обязательно сходите. Сейчас появится фотография одного известного мужчины. Если вы его узнали, а вы его просто не можете не знать, позвоните нам. Сегодня ведь у него день рождения. Ему могло бы исполниться 74 всего лишь. Ну, в общем, если узнали, звоните. Наташа, ты играешь на гитаре? Нет, к сожалению, не умею играть. На чем же ты играешь? На нервах. Ну, это традиционный женский инструмент. А что же так вот ты сама себе не аккомпанируешь, не пытаешься научиться, выучиться? Пытаюсь. Вот ритм я на барабанах чуть-чуть могу. И сейчас я хочу на синтезаторе. На синтезаторе очень хочу научиться играть на клавишных. Понятно. А кто еще на каких умеет инструментах играть? Еще афрофиано и учусь на скрипке сейчас. Сумасшедшие. Как так можно все так все сочетать? То есть человек-оркестр, да, мультиинструменталист? Я отучилась на баяне 8 лет аж. Так подождите, у вас уже целый коллектив, получается, можно с такой герлс-бенд собрать. А что, две блондинки, две практически брюнетки, типа покрасить, нарядить, одна с гитарой, другая с баяном, третья на барабанах. А я с микрофоном. Ну, в принципе. Мне тебе треугольник дадим, будешь? Ну, в общем, я думаю, что мы еще попоем. Люда, я знаю, что у тебя есть очень хорошая песня про любовь. Спой нам чего-нибудь, пожалуйста, про любовь. Это всегда интересно. Что будем петь? Песня называется «Индивидуально». Вот. Мы ее пели как раз-таки на галоконцерте «Звездная академия». Аранжировали ее с музыкантами. Получилось очень-очень круто. Ну, так как я сейчас без музыкантов, так что сыграю ее так, как она звучала изначально. Грусть съедает меня изнутри. Сбежать бы от этой тоски. Спокойно жить. Будь, себе говорю, честный будь. Пытай свободно вздохнуть от этой любви. Пусть люди твердят, что все повторяется, что годы летят, но мир не меняется. Но ты мне верь, нет уж одинаковых. Есть только мы. Все на свете индивидуально. Если честно, что тебе известно? Кто-то все продумал гениально. Чтоб нам вместе было интересно. Все на свете индивидуально. Если честно, что тебе известно? Кто-то все продумал гениально. Чтоб нам вместе было. Грусть, я знаю тебя наизусть Ты знаешь меня как себя Не зря Мы свободными быть навсегда Решили с тобой и тогда Разошлись Вот ты мне твердишь, в два года меняешься Свободой своей ты распоряжаешься Не любишь меня, но чувства как тяжесть И мы в землю вросли Всё на свете индивидуально Если честно, что тебе известно Кто-то всё продумал гениально Чтоб нам вместе было интересно Всё на свете индивидуально Если честно, что тебе известно Кто-то всё продумал гениально Чтоб нам вместе было интересно Чтоб мы вместе были Интересно, 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 интересно Чтоб нам вместе было интересно Молодцы. Вот когда уже все поют, это уже получается целый концерт. Друзья, присоединяйтесь к нам, звоните. У нас по-прежнему висит вопрос, кто же изображен на этой фотографии. 202 11 22. Давайте принимать телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Эльвира. Эльвира, очень приятно. Эльвира, вы не артистка случайно? Случайно, да. Ага, так, ну рассказывайте, где уже и в чем себя проявляете? Ну, я, как и девушка сегодня в студии, пою. Пою на 100 звездах в своем университете и, в общем-то, люблю музыку, играю за пьяных. Круто! Приходите к нам в эфир. Это всегда очень интересно и весело. Мы всегда за какие-то молодые, яркие таланты показать, рассказать. Да еще, если вы поете, играете, то приходите, приносите. Все. Ну что, раз вы музыкант, раз вы хорошо знаете, разбираетесь в музыке, то угадать мужчину на фото, мне кажется, для вас никакого труда не составило. Кто же этот человек? Ну, конечно, это Джон Левон. Английский музыкант, поэт, композитор, один из основателей легендарного коллектива Битлз сегодня отмечает свой день рождения. Вместе с нами, мне кажется, весь мир сегодня каким-то образом, я думаю, как-то так вот соединился, объединился и песни Линона отдельные какие-то или песни Битлз будут звучать сегодня так или иначе. Спасибо вам большое за звонок. Отправляйтесь на спектакль, приходите за билетами. Вот так вот. Музыканты есть. Если есть музыканты, звоните нам еще, рассказывайте о себе. Может быть, мы и вас тоже в студию пригласим. Почему нет? 202, 11, 22. Ну, так мы посмотрели фотографии Любови. У нас есть еще фотографии Светланы. Давайте сейчас полюбуемся на разную абсолютно свету. Да, это, я скажу, что это какой-то сюрприз для девочек, но это отюда позаботилась. Спасибо. Ну, рассказывай, ты здесь вообще брюнетка, да? Ой, я только какой-нибудь была. Я за два года сменила, не знаю, сколько цветов волос. Как я тебя понимаю. И вот я поэкспериментировала и решила, что все-таки натуральный мне лучше. Понятно. Ну, ты стараешься, когда к выходам на сцену, как-то готовиться специально? У тебя есть концертные платья, концертные туфли, которые только вышла, постояла и тут же смела. У меня постоянная проблема, я не знаю, с чем мне петь. Поэтому это концерт за дня 2-3. Я всегда хожу в магазин, я всегда ищу, что мне надеть на концерт. Всегда покупаю что-то новое. То есть такое все-таки есть, да? Чтобы все-таки новенькое, что-то красивое, это вы где? Да, это Звездная Академия как раз. Откуда там были ребята еще, кроме Самары? Это Башкирский проект. Это Башкирский проект. И Башкир. И Башкир, да. Понятно. Сколько же там всего человек было у вас? Семь-семь. Чем занимались? Что делали? Проходило обучение. Приезжали различные эксперты, говорили, ну там, допустим, ведущие с радио, с телевидения, они рассказывали, как они к этому пришли, что нужно делать для того, чтобы... Какие-то мастер-классы, да? Да, свои цели и так далее. С нами каждый день занимались педагоги по вокалу, по хореографии, да. Каждый день концерты. Сочи, что ты лежаешь, что ты ищешь какие-то дуэты экономистов. Очень хорошо смотрите все. Прекрасный. Прекрасно. Ну что, у нас, друзья, не так много времени еще остается. По-прежнему, я думаю, что у нас еще песенка в исполнении девочек, да, не прозвучала? Какая-то авторская. Да, авторская. Рассказывайте, что за песня, чему посвящена. Гитару передавайте, пожалуйста, сегодня у нас только переходящий. Вообще такая очень сложная история. Мы как бы не писали вообще никогда авторские песни, но жизнь заставила, Звездная Академия заставила. То есть мы сидели, прямо вот как-то так и активно занимались, написали песни. Да, можно сказать так. Люба писала музыку, я писала текст. Мы решили, что мы соединимся, потому что музыки я вообще, ну, никак. А я текст не умею сочинять, только музыку. Вот, вы решили соединиться. Такой тандем, можно сказать. А чему посвящена эта песня? Есть какая-то история? Любимый. Конечно же. А мы нет. Ну давайте, мы вас послушаем. Кто знает слова, подпевайте. Все, все знают. Немножко переделали. Забыть, что не было, не помнить, стереть все воспоминания. Я ворвался в душу мою на пути, все сокрушая. После техни и ночи, мгновенья пролетая. Говорил, что будем рядом, а момент пустых слов стая. Пора это бедно прекращать. Еще четыре минуты, и я убегу отсюда. Четыре мгновенья, не держи меня. И каждый день, встречая с улыбкой на лице, Я не буду помнить о тебе. Теряюсь в мыслях и сомненьях, Боль все не утихает. Мне так хотелось забыть и начать, Отдать сначала жить. После техни и ночи, мгновенья пролетая, Говорил, что будем рядом, а момент пустых слов стая. Пора этот бедно прекращать. Еще четыре минуты, и я убегу отсюда. Четыре мгновенья, не держи меня. И каждый день, встречая с улыбкой на лице, Я не буду помнить о тебе. Я не буду помнить о тебе. Понятно, похлопаем себе, друзья мои. Надеюсь, вам нравится. А если нравится, то можно позвонить и высказать свое мнение, почему нет. 202-11-22. Есть у нас еще фотографии Людмилы. Люда. Свои хорошие фото выбрала наверняка. Хотя у девочек тоже. Неплохие, замечательные фотографии. Ну, давайте посмотрим, рассказывай. Это мой первый концерт, как раз-таки сольный. Нет хороших фотографий, к сожалению, с наступления. Фанаты снимали. Снизу, около сцен. Да, да, да. А это 102 сна в этом году. Что там исполняла? Вот, вселенную исполняла. А это творческий вечер у ансамбля моей сестры. Это сейчас, ну, ездили на День открытых дверей Звездной академии. Это я в Питер ездила с концертом. Понятно. У меня вот такой вопрос. Гитара уже сейчас, получается, такая твоя подруга, семиструнная, шестиструнная. Я просто, ну, как в песне поется. И ты как бы сейчас, когда мы уже присели к эфиру, говоришь, чего-то не хватает рука, гитары. Она у тебя одна? Нет. У меня есть еще электрогитары, есть нерабочая электра. Моя самая-самая первая, на которой я училась играть. Вот она лежит, бедная, в углу. Может быть, ее реанимировать как-то можно? Да нет, уже вряд ли. Понятно. Ну, а ты эту гитару себе подбирала специально, бордовый твой любимый цвет? Ой, нет, нет. Я хотела изначально другого цвета. Сказала Люда, сама в кофточке бордовый, с бордовыми ногтями, с бордовой гитарой. Она, кстати, отражает все цвета на сцене, так что она не всегда такая бордовая. А это вот, это мы с сестрой, это с чего я начинала петь. Здорово. Ну, скажи, пожалуйста, как вообще ты оцениваешь вот перспективы ваши в будущем? Видишь себя? Да, конечно, вижу. Если много-много делать, 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 то можно добиться всего, чего ты хочешь. Самое главное, ну, как моя фраза по жизни, если ты идешь по верному пути, то вся вселенная приходит к тебе на помощь. И это действительно так, как только ты начинаешь что-то делать, то появляются новые знакомства, какие-то новые связи налаживаются, и ты уже знаешь, к чему стремиться, и двигаешься дальше. Ну что, у нас все пели, кроме Наташи. Наташи. Даже не раз. Сейчас торжественно, я думаю, стоит объявить, Наталья Брит, как называете песню? Там нет меня. Там нет меня. Пока уже начинает тихонечко играть музыка, я могу вам сказать, что девочки, которые сегодня в нашей студии были, талантливые, невероятные, и я думаю, что вы это по достоинству смогли оценить. Наташа, ну, теперь твой выход. Можно я достойно? Конечно. Можно прямо сюда выйти без проблем. Смотреть в глаза своим друзьям. Спасибо. Спасибо. Там нет меня. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, И где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи, Скользят по небу пристально. Там нет меня, где дым волос не затуманит белый день, Где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез, Утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой, на дверь глядишь с надеждою, И как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой, Ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, Где понимает небосвод, где понимает небосвод, Что без тебя сиротел. Я только там, где нет меня, вокруг тебя невидима, Ты знаешь, без тебя ни дня, ты знаешь, без тебя ни дня, Прожить нельзя невидима. Там нет меня, где на песке не пролекли твои следы, Где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, Кружит у перистай воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова